Сгрежет и шум от работающих землеройных машин возможно и не нравится жителям небольшого дома, стоящего совсем рядом со стройплощадкой, но это звук перемен. Из неопрятного и не очень приятного, этот квартал, расположенный в восточной части даунтауна Торонто, стремительно трансформируется в престижную и прогрессивную среду городского обитания. А для клиентов Максима Богинского движение строителей и техники на этой площадке означает также, что деньги, вложенные в проект дома, который здесь очень скоро построен, уже начали приносить свои дивиденды. Максим, котлована еще нет, но инвестиции уже приносят доход? Да, это проект, который продавался год назад. Тоже, как и большинство хороших проектов, был продан в течение буквально, ну, здесь не были однодневные продажи, но был продан в течение полутора месяцев весь проект. Проект шикарный и вот сейчас началось строительство уже. А чем шикарно? Ну, это место, место расположения, это вот этот район Даунтаун Ист, его брокеры называют, это Аделайда и в район Аделайда и парламента. Здесь очень сильное подорожание цен, сам по себе очень привлекательный район. Ну, и, естественно, те цены, по которым это покупал. Вот еще дом не начали строить, а инвесторы, в общем-то, уже получают больше 100%. То есть, год назад, чтобы приобрести квартиру в этом доме, надо было заплатить 10%, да, там даже некоторые мы с семью процентами делали, ну, грубо говоря, 10, да. То есть, если квартира стоила, скажем, 500 тысяч долларов, то на нее надо было внести депозит 50, а сейчас эта квартира, еще дом не начал строиться, она уже на 50 на 70 тысяч стоит дороже. То есть, деньги отработали. И это самое начало этого района, то есть, вот здесь будут цены еще подниматься, 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 потому что относительно средней цены по Даунтауну, здесь сейчас довольно-таки еще бюджетно, здесь в районе 650-70 долларов Скорфит. То есть, получается, дома еще нет, а заработок уже есть. Мало того, уже начались перепродажи контрактов, да, то есть, обычно перепродажа контрактов закрыта до момента начала строительства. Как строительство начинается? Единственное, что девелоперы по-разному оценивают начало строительства. Некоторые, что вот начали копать, скажем, а некоторые, когда залит первый грамм бетона, считается начало строительства. Но после начала строительства и Саймонты абсолютно открыты, и по этому проекту уже идут перепродажи того, что год назад покупалось, уже продается на 10-15% дороже. Не опасно покупать на этапе котлован? Ну, во-первых, смотрите, почему в Канаде нет банкротства? То есть, невозможно потерять деньги. Те, кто вкладывают на этапе строительства, они не могут никаким образом поменять деньги. Дело в том, что девелопер к вот этому депозиту не имеет никакого отношения. То есть, эти деньги лежат в крупных лоерских компаниях, на так называемых траст-аккаунтах. Их девелопер, они только попадут тогда, когда дом построен, когда уже люди заедут и будет клоузинг. Поэтому потерять эту сумму никаким образом невозможно. Две минуты ходьбы и на другой строительной площадке уже видны первые несколько этажей проекта многоэтажного жилого дома под названием «Аксиом». А в скором будущем создатели этого проекта говорят с уверенностью, он оживит восток даунтауна Торонто. А те, кто поселятся здесь, останутся довольными не только уютом своих квартир. Максим, мы видим, что четыре этажа уже построили. И насколько вложения выросли в цене. Ну, смотрите, как я сказал, проект продавался 30 сентября 2014 года. Это были однодневные продажи. Тогда, естественно, на этом месте вообще еще ничего не было. То есть это даже не котлована близко не было. То есть это был еще презентейшн-центр небольшой стоял. Это в один день все квартиры были проданы в этом проекте. Ну, практически все. И цена тогда была ориентировочно 550 долларов за квадратный фит. Всегда после того, как проходят однодневные продажи, есть какое-то количество возвратов квартир. И девелоперы по-разному себя ведут. Иногда они сразу их выставляют в продажу. Это Green Park, большой девелопер. Они не продавали квартиры, которые вернулись на рынок. Поскольку я им очень много продал в этом проекте, они мне в феврале позвонили и попросили, говорят, можешь продать оставшиеся. Там было всего 12 квартир возвратов. Я вот в феврале все эти квартиры продал, и цена уже была 650 долларов за скверфит в среднем. С февраля, конечно, цены еще подскочили. То есть сейчас бы я сказал, что в этом проекте 670-680, можно даже 700 долларов уже продавать скверфит. А первоначальное вложение было небольшим? В этом и прелесть при констракшен бизнеса, покупки квартир на при констракшен этапе. Это то, чем занимаются инвесторами. Задача в том, что ты покупаешь с маленьким вкладом денег, покупаешь тот проект, который будет расти, растет вся стоимость квартиры. Но тут надо быть осторожным, потому что надо хорошо знать проекты, надо хорошо знать развитие города. И далеко не все проекты приносят такую прибыль. В этот проект и в этот район вы сами тоже вкладываетесь и вложились. Я в каждом из этих проектов по несколько квартир оставил себе, потому что я это место не сомневаюсь, что он будет очень большой прирост дает. Здесь есть уникальность. Дело в том, что еще там, скажем, 7-8 лет назад это был очень плохой район, здесь ничего интересного не было. Но город расширяется, подошли сюда вплотную, все сносится, все строится новое. Само локейшн уникальный в плане того, что это 700 метров до основной офисной застройки, это район Янга. И тут же в другую сторону, те же самые 700 метров, это новая офисная застройка. Тут много чего в этом районе изменилось. Тут дистиллерий-дистрик появился, райончик с ресторанами и так далее. Вот еще очень сильно развивающийся район. Какие проблемы клиента вы решаете? Я скажу, что самая большая головная боль это купить, потому что купить надо в нужный момент и по нужным ценам. Опять же, я говорю, что выбрать правильный проект это еще не все. Еще надо получить те цены, которые будут дешево на данный момент. То есть поговорку купил дешево, продал дорого никто не отменял, поэтому в этом и смысл. Естественно, поскольку у нас очень большой поток квартир, то мы договариваемся с девелопером о специальных условиях продаж. Это дает большую преимущество клиентам. Это не только ценовая скидка, это еще и другой депозит. Вот то, что я сказал, это же очень важно, с какие деньги вы внесли на начальном этапе. Чем меньше вы внесли, тем больше процента не работают. Кроме этого, это, естественно, первичный доступ к проекту. Вот если у девелопера на продажах, скажем, одинаковые квартиры с одинаковой планировкой, будет в зависимости от вида, из окна, этажности, ну, цена будет меняться там 10-15 тысяч. А на ресейле, когда вы эту квартиру продаете, квартира с хорошими видами и в хорошем расположении в доме, она может стоить на 50 тысяч дороже, чем это. Поэтому это тоже очень хорошая опция. Кто может позволить себе стать инвестором в недвижимость? Ну, наверное, самый распространенный круг людей – это те, кто… Это уже люди в возрасте где-то 40… Хотя я везде во всех респортажах рассказываю, что молодежи надо это делать. Потому что если вы вовремя начали инвестировать, то буквально там к 35 годам вы уже абсолютно независимый человек от зарплаты, и у вас хватает пассивного дохода. Вот. Но пока основной, основной вот средний клиент, да, это в возрасте где-то 40-45 лет, как правило, у людей есть своя недвижимость. Как правило, у людей не получается накопить какие-то деньги, просто отложить. Какая бы зарплата ни была, отложить всегда очень тяжело, да, это редко у кого получается. Вот. Но эти люди, как правило, уже имеют какую-то недвижимость, которая очень сильно поднялась в цене за последние, там, скажем, 7-8 лет, пока они владеют этой недвижимостью. И получается довольно-таки большое equity. Люди берут кредитные линии, люди просто перефинансируются, увеличивают свой моргач. Потому что держать сейчас, например, в своей недвижимости деньги, которые больше, чем 20% от стоимости недвижимости реальной – это абсурд. Потому что сейчас очень дешевые деньги, под 2,5%. Так зачем вот держать там, если можно взять и вложить более… Вот простой пример. 100% годовых взял в банке под 2,5%, под 100% вложил.